Юля, вы вспомнили сегодня Патрушева. Я сегодня любопытную информацию прочитал. Значит, что Николай Патрушев настолько обеспокоен будущим своего сына Дмитрия, если я не ошибаюсь. По-моему, да, Дмитрия Дмитрия. Да, там даже профессор Соловей даже регулярно называет его наследником. Наследником. Вот, в связи с этим я хотел бы к вам обратиться с вопросом, потому как, то есть суть информации в следующем. Патрушев-старший, он же Николай, настаивает, чтобы произошли некие ротации в правительстве. И во главе этого правительства, премьером, он видит своего сына Дмитрия. Это нужно сделать до того момента, значит, чтобы не был зафиксирован статус-кво, когда Путин якобы может, опять же, эту информацию из телеграм-каналов объявить о военном положении. Тогда, по мнению Патрушева, никаких перетрубаций, никаких ротаций в правительстве не будет. Ну, а в будущем Дмитрий Патрушев, как видит его Николай, отец, видит президентом России. Как вы вот к этой версии, к такой информации в целом относитесь? А что это за телеграм-канал, можно спросить? Вот я не записал, знал бы я, что вы спросите... Это чая, не генерал СВР? Может быть, может быть. Да, ну, давайте генерала СВР и не цитировать. Это любимая версия, вот приблизительно то, что вы говорите, это любимая версия профессора Соловья. Я близко не могу себе комментировать, насколько она соответствует действительности, потому что, понимаете, я прошу вот всех людей, которые пытаются разобраться в драке бульдогов под ковром, помнить, что драка происходит именно под ковром. И это основная особенность кремлевской политики. И у нас в России чиновники узнают о своем назначении премьером или снятии премьером после того, как их назначили. Есть известнейшая история, что Путин, кстати, очень любит так дезинформировать людей. Вот есть известнейшая история, классическая, о том, как еще до назначения Медведева бежит Сурков по коридору, в Кремле ему навстречу идет Путин, спрашивает, ну что, будем поздравлять Сергея Борисовича, в смысле Иванова? Сурков радостный прибегает в кабинет, набирает Сергея Борисовича, говорит, слушайте, а назначили преемником, с тем причитается. Они все это дело уже празднуют, все начинают звонить Иванову, все, естественно, убегают от Медведева. Раз тут назначают Медведева, Иванов после этого был, по слухам, несколько дней в запое, но такой же облом. Но это просто вот типичный Путин. То есть даже если кто-то действительно лоббирует на что-то похожее, то это, прежде всего, должно вызвать у Путина страшное беспокойство, потому что решать судьбу того, кто унаследует царство, да еще это все часто царство, честно говоря, в таком состоянии, что непонятно, чего он унаследует. Наследует близящуюся плаху. То судьбу того, кто унаследует это царство, конечно, должен решать сам царь. А все остальное является абсолютным, ну, как бы, актом бунта. Вот мы видим, что Пригожин слишком распустил свой язык и слишком расхвастался, и слишком на многое претендовал. И хотя он выполнял полезную для царя работу, сразу его пригасили. КОНЕЦ